В этом учебном году волонтеры городской программы «Тебе, будущее Одессы» посетили школы Приморского района и провели лекции для школьников о репродуктивном здоровье. Об этом мы не только будем говорить с руководителем программы «Заслуженным врачом Украины», главным врачом роддома номер один Ириной Головатюк-Юзеф-Польской. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, программа эта существует уже не один год. Почему она остается настолько актуальной для современных школьников? Она остается актуальной и с каждым годом все более и более актуальной. Потому что, на самом деле, ту информацию, которую, как вы сказали, волонтеры, это врачи, которые идут в школы для того, чтобы рассказать детям о самом главном в жизни, и как сохранить свое здоровье для того, чтобы продолжиться в своих детях, для того, чтобы создать счастливую семью, родить детей и быть здоровыми. Этому не учит интернет. Этому, к сожалению, не всегда учат родители из-за нехватки времени или отсутствия знаний. Мы решили учить детей этому. И вот уже 9 лет подряд врачи, это детские гинекологи и врачи-урологи, ходим в школы для того, чтобы детей с 7-11 классов подготовить к взрослой жизни, для того, чтобы научить их быть достойными, уметь заботиться о своем здоровье и уметь распознавать те проблемы, которые у девочки или у мальчика существуют. Результат из года в год один и тот же. У нас около 18-20% школьников имеют те или другие отклонения от нормы репродуктивного здоровья. Среди мальчиков тоже достаточно большой процент проблем. Наверное, еще больше, чем среди девочек, потому что они очень стесняются с мамами говорить. Папа не всегда есть или не всегда слышит. Поэтому эта программа из года в год уже завоевывает все больше и больше интерес и внимания не только детей, но и родителей. Вот последний раз, придя в Приморский район с 1 сентября, мы успели посмотреть первую гимназию, вторую и 43-ю школу. И во второй гимназии мы собрали более 200 родителей. После осмотра врачи пришли на беседу с родителями. В зале было больше 200 человек. Это те небезразличные родители, которые пришли поговорить о здоровье своих детей, задать вопросы. Те, которые они не могут задать на приеме. Для этого на прием к врачу идти как бы не обязательно. А здесь непосредственная близость с доктором. Докторами являются не простые врачи, а профессор Костя Федор Иванович, заведующий кафедрой урологии. Кандидат медицинских наук Лашина Светлана Васильевна. Она детский гинеколог городской. Также врачи-урологи это молодые клиноординаторы, которые соответствующим образом прошли уже обучение и подготовку для того, чтобы можно было с детьми разговаривать на их языке, для того, чтобы быть интересными им. И это приносит свои результаты. Это большая команда людей, которые занимаются этой программой? Ну, это команда из 8 человек, которые занимаются этой программой. Не было идеи привлекать студентов, например, медицинских вузов? Ну, идеи не было, потому что на самом деле это очень ответственный... Должны быть только высококвалифицированные специалисты. Да, это очень ответственный момент. С детьми нужно говорить соответствующим образом. Нужно, чтобы они поверили тебе, чтобы они раскрылись и начали задавать вопросы. Но хочу вам сказать, что в этом, как оказывается, нет больших проблем. Дети достаточно искренни, потому что, наверное, так уже воспитание такое, что они понимают, что очень быстро становятся самостоятельными. И вот эта самостоятельность их пугает. И это очень хорошо. Они идут на контакт, они спрашивают, задают вопросы. Из тех знаний, которые они черпают из интернета, они озвучивают свои вопросы, свои, как бы, какие-либо понимания и находят очень корректную корректировку вот того, что есть. Потому что мы все прекрасно понимаем, мы любим интернет, но далеко не всегда он является нашим другом. Чаще недругом. А особенно для молодежи, которая впитывает как губку всю вот эту информацию. А какие чаще всего вопросы задают одесские школьники? Ну, во-первых, задают вопросы какого характера. Вы понимаете, то, что касается седьмых, восьмых классов, мы говорим о гигиене девочки. О том, как правильно, что такое циклы, как нужно себя вести, есть ли какие-то отклонения. То есть мы говорим о физиологии, да, и о гигиене. Уже то, что касается девятых, одиннадцатых классов, здесь разговор более серьезный. Потому что на самом деле у нас в городе Одессе фиксируется из года в год, правда, последние два года меньше, аборты у школьниц и роды у школьниц. 14 лет, 13 лет. Поэтому вы ставите задачу еще и профилактику. Безусловно. Вы прекрасно знаете, сейчас в интернете есть информация о том, что можно приобрести китайские таблетки, которые прерывают беременность. Вот это, наверное, самое страшное, от чего нужно уберечь детей, для того, чтобы не случилось непоправимое. Потому что понятно, что это за таблетки, и понятно, что их категорически нельзя принимать. Но эта информация есть, и ее задают преподаватели, врачам задают девочки. Также очень важно донести до них то, что в период полового созревания происходят различного рода перекосы. И мы прекрасно знаем, что у нас были подружки, которые поправлялись в период полового созревания, у которых были определенные отклонения, у которых были задержки, отсутствие месячных и так далее. Вот это нужно на самом раннем этапе распознать, пойти к врачу, и стопроцентное, может быть, выздоровление и избавление от этой проблемы. Потому что в будущем, когда девочка такая выходит замуж, и у нее встает вопрос по поводу беременности, Ситуация может быть порой малокоррегируема, потому что уже сформировавшийся организм может не позволить, не иметь возможности вынашивать ребенка. Поэтому я и была инициатором, и создала эту программу в городе, которая называется «Тебе, будущее Одессы», для того, чтобы каждая девочка была опутана вниманием, заботой, пониманием того, что самое ценное, что ей дается человеку, это здоровье, а вот именно репродуктивное здоровье – это одна из составляющих и совершенно немаловажная часть. Вы уже говорили о том, что эти встречи проводятся не только с подростками, но и с родителями. Конечно. Количество родителей с каждым годом, которые приходят на эти встречи, растет? Да. Мы начали встречаться с родителями два года тому назад. Мы начали с круглых столов. Вообще, первоначально был такой страх, что родители не поймут, что мы как бы вмешиваемся в самое-самое такое сокровенное, и не поймут нас. Но мы были готовы к тому, чтобы беседовать с каждым, кто придет к нам с вопросами. И как-то так это все прошло достаточно гладко. Вот года три назад, тому назад мы начали круглые столы с родителями. Вот мы прошли школу, сделали круглый стол, выслушали родителей, выслушали детей, заполнили анкеты. В конце года были большие такие собрания уже итоговые. Вот эти два года, это Суворовский район, в общем-то, он очень такой активный, мы знаем, они сплоченные очень, такие родители и детей очень много. А вы каждый год посвящаете какому-то конкретному району? Да. А вы ставите себе какой-то план, вот сколько школ в этом году вы должны посетить? Мы попытаемся, конечно, закрыть Приморский район, потому что здесь все-таки меньше школ, чем в Суворовском. В Суворовском мы были полтора года. Вот. Но последний раз вот у родителей было более 200 человек, встреча прошла очень интересно. Я, к сожалению, болела, не могла прийти, но все, кто там, отзывы, которые я услышала, были только позитивными. Мне очень приятно, потому что на самом деле это очень такая добрая, хорошая программа. Мы ведь несем только те знания, которые будут, безусловно, полезны конкретному ребенку. Кроме того, вы являетесь руководителем Одесского отделения Международного благотворительного фонда охраны здоровья матери и ребенка. Вот чем занимается этот фонд, кому он помогает? Этот фонд занимается, к сожалению, благотворительностью мы не занимаемся, у нас нет такой возможности, у нас нет меценатов. Мы проводим вот эту программу сегодня «Тебе, будущее Одессы». До этого мы проводили программу, которая называлась «Здоровый ребенок. Будущее Украины». Это была программа с 2002 по 2009 год. Мы смотрели детей 1-4 класса, полный осмотр, у нас были бригады, которые ездили в школы. И что заменило тогда диспансерное наблюдение, которое было когда-то в школах. Мы приезжали в полном составе, 5-7 врачей, и хирурги, и педиатры, и кардиологи, и смотрели деток. То есть проводили вот такие осмотры. Вот. Затем все-таки мы добились того, что диспансеризация стала проводиться в городе и в школах. И программа была переформатирована, и она, скажем прямо, ближе ко мне. Потому что то, с чем я сталкиваюсь в своей профессии, это бесплодие, которое с каждым годом все повышается. Но не беда, если эта ситуация невозможна была, допустим, уберечь девочку, она была сформирована внутриутробно. Есть такие, да, проблемные женщины. А если эта ситуация возникла в ее молодом возрасте, в подростковом, то почему не было рядом доктора или человека, который мог бы ей подсказать, что тебе необходимо обратиться и принять какие-то меры. Поэтому эта программа и родилась. И вот она, мы в этом году уже три школы посмотрели, школы большие, и 320 мальчика было на консультации у уролога. Хорошее показательство. За эти вот полтора месяца, да. Не могу не спросить вас. Парламент совсем недавно принял медицинскую реформу. Вот как принять этого закона, отразиться непосредственно на вашей работе, на работе родильных домов? Безусловно, реформирование здравоохранения должно быть. Мы пришли к тому, что необходимо его реформировать. Но то, что сделано, это такое половинчатое решение. Страховая медицина не введена, что является очень большой проблемой. Потому что и не прописана никаким образом защита врача. Понимаете, мы работаем для пациентов и ради пациентов. Но врач тоже должен чувствовать свою защиту, потому что ситуации могут быть абсолютно разные. Сейчас вступила первая фаза реформы. Это первичные медико-санитарные пункты, амбулатория у нас организована, семейные врачи, заключение договоров, образование коммунальных предприятий. Все очень непросто, потому что, на самом деле, так как они считают, что доктор должен заключить договор с двумя тысячами пациентов, тогда его зарплата будет достаточно высокая и достойная, представить себе сложно, как доктор может две тысячи пациентов, чтобы они были все досмотрены. Очень вопрос непростой. Жизнь продиктует свои коррективы, я в этом не сомневаюсь. А вот вторая часть реформы, она принята достаточно так, трафаретно. Мы далеко не понимаем, каким образом все-таки будет проходить финансирование. Что будет финансироваться полностью, что будет финансироваться частично. Медицинские учреждения должны будут перейти на коммунальные предприятия, и эти коммунальные предприятия должны будут зарабатывать деньги для того, чтобы дополнить бюджет, недостающий бюджет. Каким образом это будет? Безусловно, каждый главный врач должен быть менеджером, он должен думать и понимать, и правильно построить свою работу, для того, чтобы зарплата у сотрудника была соответствующая, был соответствующий уровень оказания медицинской помощи. Но очень много вопросов возникает. То есть, на ваш взгляд, еще будет много изменений? Безусловно. Я думаю, что будет много дополнений и корректировок. Без этого мы просто не обойдемся. То, что сейчас есть, оно не находится в рабочем состоянии. Ну, 2017 год уже совсем скоро подойдет к концу. Что говорит статистика? Как обстоят дела с рождаемостью? Рождаемость постепенно понемножку снижается, к сожалению. Снижается количество абортов, что приятно, потому что все-таки это очень хороший такой знак, скажем, осознавания вот этой вот для любой женщины вот этого шага в жизни, да, что любую беременность нежеланную нужно уметь упредить, чем прерывать беременность. Но вместе с тем количество родов, конечно, понемногу снижается, мы это ощущаем. Вот. Как Вы думаете, это связано с условиями жизни? Это связано с определенным периодом жизни нашей страны. Потому что вот когда в 80-е годы в первом родильном доме было 3000 родов, в 95-м, в 96-м было 900. В 2000-м я пришла на работу главным врачем, было 1047 родов. Через два года было 2200. Сейчас у нас 2600-2700. То есть мы прекрасно помним, что такое 90-е годы, да, и начало 2000-го года. Я верю в то, что как только у нас ситуация изменится, то, безусловно, рождаемость повысится. Потому что желание родить второго и третьего ребенка возникает только тогда у родителей, когда есть возможность их воспитать, одеть, обуть и накормить. По одному ребенку, как бы, хотят все иметь хотя бы одного, да, но на самом деле это не совсем правильно, нужно иметь больше. Потому что если мы будем иметь двое детей, то наша нация не будет увеличиваться. Только третий ребенок даст возможность расцвету в этой стране. И для того, чтобы женщина могла родить троих детей, для нее надо создать условия. Заставить ее невозможно. Будем надеяться, что эти условия будут созданы. Спасибо вам большое за эту беседу. Я напоминаю, что у нас в гостях был заслуженный врач Украины, главврач роддома номер один Ирина Головатюк-Юзеф-Польская. Меня зовут Валерия Володина. Оставайтесь с репортером.